Добрый день дорогие зрители! Вы на канале прогулки с Натальей. Сегодня мы приехали в Изюм, но не сам город, а на гору Кременец. Это гора, которая имеет 218 метров над уровнем моря. Давайте пойдем наверх, посмотрим что же тут находится и я вам немножко расскажу об этом месте. Здесь находятся меловые скалы. А вы знаете откуда здесь взялся мел? Много-много-много тысяч лет назад здесь находилось теплое море. Так вот мел это дно этого моря. Умершие рыбки, ракушки, моллюски и другая морская живность оседала на дно. Так вот, а впервые в летописях эта гора Кременец упоминалась во времена князя Игоря. Именно по этой дороге он шел, когда отправился бить половцев. До 14 века здесь находилось укрепление татар. Дело в том, что это была окраина Российской империи и проходила граница между Россией и татарами. А с 17 века здесь уже находился русский сторожевой пост. Это была окраина Российской империи. Так вот, когда здесь был сторожевой пост, это был не просто пост, а тут построили крепость. Именно с этого места и начал развиваться город Изюм. Здесь также шли ожесточенные бои в годы Великой Отечественной войны. Что еще интересно, здесь есть половецкие бабы. Такие большие статуи. Баба это не женщина. Слово баба означает отец или дедушка, дед. Половцы ставили этих баб, эти изваяния, эти скульптуры с 9 века по 14 век. Где же их ставили? Во-первых, территория половцев была, начиная от западной части Азии и до юго-восточной территории части Европы. И вот там эти бабы половецкие и стояли. Их изображали в виде женщин или в виде мужчин. Но здесь больше мужчины, как воины, потому что видно, что у них воинское амунирование. Ставили их обычно на холмах, на самой высокой точке степи. Это был как указатель дороги, куда направляться дальше. Также их ставили возле изгибов рек и еще возле кургана, возле могильников. На самих могильниках их не ставили. Рядом с курганом было каменное ограждение. И внутри этого ограждения могла стоять одна статуя. Мужская или женская статуя. Иногда их было много, до 15 штук. И именно возле этих статуй и молились об умерших людях. Иногда возле этих капель находили остатки от животных. Это были кости баранов. То есть, скорее всего, были жертвоприношения. Их можно рассмотреть. Это силуэт, чаще мужской, который держит в руках оружие. Видно, что облачение на плечах, на голове. Вот очень такие большие статуи. А эта статуя хорошо сохранилась. Даже видно, как будто бы серьги в ушах и почему-то бараньи рога на голове. Наверное, это символизирует какую-то силу, мощь. Вот такое интересное место есть у нас в Харьковской области. А мы идем дальше. Здесь еще собраны орудия времен Великой Отечественной войны, потому что здесь проходили очень ожесточенные бои. Вот такие остатки оружия, аллея, которая ведет вниз. Большой памятник, посвященный погибшим воинам. И, конечно, пирамида с звездой. Там вдали находятся орудия, но я, наверное, не пойду далеко идти, честно говоря. Давайте погуляем просто здесь. Мы можем подняться наверх к этой пирамидке. Тут есть вывеска на этом месте. 20 декабря 2019 года были зверски замучены деникинскими бандитами. 94 борца за советскую власть наизумщине. Вот, как оказывается. То есть это не героям погибшим в годы войны, а революционерам. Далеко, что плачевное состояние, конечно, все рушится. А мы уходим из этого места и направляемся в ресторан «Семь ветров». Там тоже очень красивый вид с горы и интересное место. Идемте вместе. А это вид на отель, ресторан, куда мы сейчас с вами направимся. Возле входа в ресторан есть небольшая площадка для отдыха. Давайте мы рассмотрим. Как ни странно, на клумбе растут кактусы. Миниатюрный зоопарк. Курица, петух и дальше есть коза. Еще один фазанчик в конце клеточки. Запихи как деревни и даже есть коза. Давайте на козу посмотрим. Немножко поснимаем козочку. Вот так вот. Там уж не нюхать меня, не есть, я несъедобная. Интересные фото зоны. Улья, стоксена. Какие-то пенечки, гномики. Украинский тын. Бочка. Стельцы. Стулочка такая, да, украинская, с пенечками. Дерево, вверху дупло, гнездо для аистов. А внизу какой-то сурок. Медвежата. И вот такие фото зоны. А дальше открывается потрясающий вид с горы Кременец. Можно спуститься к этой лестнице и рассмотреть, что же там дальше. Вот так. Видно реку Северский Донец, дальше город Изюм. И видите, как эта река здесь изгибается. Просто такие большие-большие изгибы. Немножко приближу, можно будет рассмотреть. Вот поворот пошел. И дальше пошла уже по прямой сама река. Конечно, осенний пейзаж всегда впечатляет. Потому что мало солнца, мало света. А желтые яркие листья, красно-оранжевые, нам дарят последние теплые денечки. Ну что, идемте на трапезу. Заходим вовнутрь в ресторан. Тут немножко темно, люди раздеваются. В ресторане есть место, где можно раздеться, снять верхнюю одежду. А затем мы отправимся уже в зал обедать. Здесь вот такой зал. Довольно симпатичный. Даже, я бы сказала, очень красивый. Для наших туристов на крыльев стол. Сегодня в меню у нас борщ. У нас салатики. У нас сало с пампушками. Кузвар. Это барная стойка. Люди уже рассаживаются. И даже начинают кушать. Это наш стол. Так, у нас борщ со сметаной. У нас пампушки с салом, с перчиком, с луком. Приятного аппетита! Настоящий украинский борщ со сметаной. И даже кусочек мяса. Нам принесли второе. Картошечка, котлетка, соус. Ну что, дорогие друзья, будем заканчивать нашу экскурсию. Мы посетили гору Кременец. Уйдили половецких баб. Пообедали, вкусно пообедали. В ресторане 7 ветров. И на этом месте будем с вами прощаться. До новых встреч! Пока-пока! Жду вас на канале Прогулки с Натальей.